Девчонки и в коммуникации с людьми и в медиу позор и пишут в суде и внутри спреснаде На одном от сайтова за који пишете стоји овако Пахлина Сливу, новинар у Пензи 38 година, дописник албанских медија из Белгада Сарадник Глас Америки и Би Ви Сија За почетак пора да спитам Може ли новинар у Пензија? Не, не може Мисим, то е една сила закона, иначе новинар не може у Пензији Поготово у Пензији никад новинар не иду в оним већим новинијми кућами, агенцијами, телевизијама, тамо то се негују, тамо се хористе и изкуство типите новинара надзоузна Косоо то ние Овде тади дан као пуните квота за пензију ви више не постојите, вице мртар или што том што ми је тих дана реклоо мој родђак, каже, од данас је клинијски мртар, значи то е то Но, в результате, никогда не умирает как новинка. Он, который правит новинка, который живет из новинка и живет за новинка. Так что, каждый день новинка недостает. Но я делаю и дальше. Я делаю и пишу и за новинку, и за порталы. Но я делаю и физические работы, книги и так далее. Вы думали о том, что ваша жизнь была другом, когда писали среднюю школу и писали медицинскую, как вы хотели, а не гимназию, потому что эти годы не было описано ученика в первом уровне средней медицинской школе. Когда я был в основной школе, мы были в группе, четвери, за которые мы начали в первую очередь в основной школе. В основной школе, в основном уровне, было определение медицинской или умения. Я снимал очень хорошо. И мой учитель тогда, я инститировал в том, что я идти в среднюю умения. Но моя мама инститировала, что это не. Это далеко. Я улучшу тебя. Это будет зависеть. Мое учитель было медицинской школе. Есть миллион результатов. Но я не получил это. Я понимаю, что после медицинской школы я продолжал с медициной. Но, благодаря экономisel условия, я удаляю работать в студии. И я работал как учитель. не квалифицированное участие с гимназией. Но на мою срещу я был очень успешен. И тогда, как учитель, уже в 2-е годы работа, в марте, в 30-е годы, когда я писал первый текст за релиндию. Я не знал, что это новое наставство, а в основном, что я читал, без знания правила или другого. И тут это новое наставство. В 38-е годы я был подписчик один из Белграда, и остальные медиа. Это и все. Это и есть рекорд. Большой отехал от меня Деса Тревисан, подписчик Таймс, который получил 40-40 годы. Такое, я был рекордом, как подписчик из Белграда. Это действительно значит, что это ваша жизнь пут, Вы подтвердили и заявку, что новинка, человек, который уничтожил свою профессию? Возможно, если бы я начался от того, что я хотел. Но очевидно, что последствия была ярче. Когда я возвращаюсь, в основном школе я имела больше желания для новинства, чем для другого. Я говорю о последствии. Я всегда читал много, смотрел новинства, разные новинства. Я думал, что я слушал «Америка» на русском и английском языке, когда я был в основном школе. Я всегда думал о том, как бы было лучше быть подписчиком или работать в «Америка». Что мне это стало потом? Или в начале, как бы было лучше писать за релиндию или за BBC. Это все было то, что я знал. Это все было так и стремилось. И это подтвердит. И психологи говорят, что это было ярче. И, конечно, когда я вернулся до того, что я спросил, я бы пошел опять так, как я начал новинство. Я привлекал эту работу. Я могла делать с другой, но не. Я повторяю, что я живу от новинка и живу за новинка. Одна и большая любовь после детей было новинка, которое не превратило меня, ни сам я. У нас есть любовь и желание, что вас усиливало новинку? Вы говорили, что вы учитель, вы работали успешно, и вы получаете зарплату, вы получаете работу, вы получаете неизвестность, вы подписываете искусственную студию. Я ищу в студию из-за того, что произошло с политическим руководством. И тогда я был бунтовщиком. Я не могла связаться с деформицией или злоупотреблением, как и сегодня. Я считаю, что политики должны быть мораль, без совести, без ответственности. У нас нет политики, но и ситуация так, как и есть. Это было так, что я начинал. А причина, чтобы я писать новинка в Белородии, это был мой коэффициент, моим приятелем из войска, из Краговерса, который мне рассказывал много о факультетах политических наук, и остался и настав. И тогда я подумал о том, и тогда я начинал. Без опять условия жизни, я имел что-то за жену, я имел что-то за жену, это за пару месяцев. И я это, из-за сукова, отлазил, оставил мать, жену и жену, и я имел что-то за жену. И я имел что-то за жену, и я имел что-то за жену. И я имел что-то за жену. Я имел что-то за жену, и я что-то за жену. исправить это в какой-то мере, и я удовольствовав, и я was готова, и я буду complete новинка в правом смысле, и в теоретском, и в практичном смысле. Хотя, я думаю, на сегодняшний раз, не требуется особенная квалификация. Нужно понимать, что это важно, но нужно знать теоретические вещи, которые очень важны, основные элементы новинарства. Нужно знать, что эта профессия требует. Нужно знать кодекс новинарства. Прежде всего, и изнач всего, этику новинарства. Без этого нет новинарства. Намеси того в новинарстве меньше. Нужно знать, что я не знал, потому что я не знал, что я не знал, потому что это не знал. Нужно знать, что новинарство уже началось на этих местах Балкана, может быть, после того, как и так называемого коммунизма. И, особенно на Косове, в 99-е годы. Нужно знать кодекс новинарства, профессию, Нужно знать кодекс новинарства. Нужно знать кодекс новинарства. Нужно знать кодекс новинарства. Потому что на это приватные медиа, так называемые, которые не имеют никакого, потому что они работают для развития. Интересные группы. У нас есть телевизии, которые имеют какие-то квалификации, но, к сожалению, на Косове, и на других центрах на Балкане. И, конечно, общественные сервисы, не на этом задатке, на законской уровне, даже на уровне своей миссии, которые имеют средства для граждан, для которых они работают. У нас есть много политики, и, конечно, очень политики. И, конечно, очень политики. И даже работа. Месты были подделены на основе политики. Месты были подделены на основе политики. Это ваша бывшая комната. Это, конечно, моя бывшая комната. Я потребовал себя здесь. Я потребовал себя здесь. Я потребовал себя корректным и быть критичным в том, что происходит. Потому что для меня профессия, во-первых. Я знаю, что это политика, экономия, все, что это. Но вы имеете другую часть ответственности для граждан. Потому что я был критичным, потому что я не привыкнулся в какую-то группировку. На краю я просто из-за телевизии и безусловно исполнил условия для пенсии. Но я увеличил себя на один мизерный, не человеческий, нехуманный. Вы проводите столько лет за какую-то комнату, и никто вас не третит. Назовите вас на капоте. Или дают вам решение решения. Мы здесь сегодня, в «Призране» к вам. Мы делали из этого дома и себя. Спасибо вам, что вы пришли. Бог вас, я пристал, что я буду гостом. Ваш гостом. И для вашей редакции, для других каналов, я достаток примет. Я конкурировал два раза чтобы быть членом «Оборда» телевизии Косово. И как я на этом тесту был лучшим. Но я не преподавал ни одной группе. Я не преподавал ни одной группе. И что четверти каналы не существуют. Немного нужного. То есть, 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 то есть миллион, то есть, то есть, что ни одного, все телевизии и объезде, все телевизии, У них есть свой стиль или мобильный на корпусAT, присоединиться в Косово. Мы должны стоять. У них есть свои центры. Может, это, чтобы не было сцены. И для того, Србская и Альбанская Редакция должны быть вместе в Бояраде, чтобы иметь свои сниматели и работать вместе. Не чтобы иметь разные концепции или разные вещи, но чтобы работать вместе. Может быть, это будет предположение о том, что это? Я не верю, что они получат это. Они имеют свои цели и свои стадии, но я принесу мою стаду. Сейчас мы расскажем о том, что сегодняшний момент. Сейчас все, из-за того, как и обеих мере, много новинеров. Информации быстро смеются, быстро путают. Может ли вы сделать параллель в 18-е годы? Как было бы выписать вести с деск, как и днём? У нас есть старый изрек, что это новинер, который пишет и новинер, который продает новинер на киосках. Один и други су новинари, как это называется. У нас есть отличие. Сейчас я скажу, что ты относишься к тому времени, и это легко говорить тебе. Я был счастлив, что я живу в том времени, и даже в том системе, где некоторые говорят, что это было диктатурно, что это было диктатурно, но я, с лучшим удовольствием, могу сказать, что это что я писал в 30 лет, я могу как-то писать. И о партии, и о национализме, и другом, и о интернетуализме, и о природе, и о всем. Таким образом, я не могу диктатурно, что я не могу диктатурно. Новинеры, которые пишут сегодня, они всегда диктатурно все, как они диктатурно, и другие, которые писали в то время, а может быть немного позже. То есть, отличие, и в профессиональном смысле, и в этом этичном смысле. То есть, они не диктатурно. Потому что новинер должен иметь знание, огромное знание, чтобы быть крабым, чтобы не устрасти, это ключевые вещи в новом названии. В результате, когда вы имеете огромное знание, чтобы вы знаете, что вы пишете, но чтобы вам текст или хроника не будет имитирована. Это зависит от отношения новинера и урадника. Какого урадника будет пласировать это? Он будет в новинерах, например, нам. На первой стороне. Я имел эту срещу, чтобы всегда быть на первой стороне. И из-за событий, которые были очень актуальны. И по тому же, я был поднят. Однако, мне не было никогда в жизни, что в моей карьере, я уже 15 лет, и я 38 лет, как писатель, что мне не объявил текст, то есть, что редакция нарушит текст. Нарушит текст. Нарушит текст. Нарушит текст. Нарушил текст. Нет. Нарушит текст. Нарушит текст. Нет. Нарушил текст. Я никогда не имел текст. Я был на РТК, сожалению, на очень первый правильный 각ий. Как это заключается, вы устраните технические кисти. Это цензура. Сигурно не были технические смены? Нет, я уверен. Потому что я имел свои люди, которые мне сказали о том, что мы работаем. Если вы платите студию телевизии в Србии, 700-800 евро, будьте там 10 минут, имите договор 3 минута, они вас тратят после первой минуты. Это не идет. Потому что люди здесь, которые учатся. Поэтому, естественно, на эту degradацию, на эту эрозию новинарства, в том числе, это не знание новинеров, которые не имеют общую культуру. Люди привезли на улицу, в новинках, в портале, на телевизии, прежде чем работа, и безлица. Это деградировало новинарство. Они, которые знают и профессионалы, не смогли защищать их. Это же, как когда они приходят в город. Они, которые имеют какую-то культуру, гражданскую культуру, они повлачат. А этот провинциализм, или примитивизм, начинается и становится агрессивным. И они, после того, владеют с этими средствами, в этом случае, в медиа. Особенно в портале, которые работают за их кликов, они, когда у них деградировали, и сейчас имеют новое, так называемое, логическое новое. Можете почитать из всего и всего? Да, что учатся в факультетах в Америке, в другом стране. Логическое новое. Возвращение новое новое новое, после 5 минута, после чего это изменится. Вы не проверяете новое новое новое, информацию, вы отекетируете людей, вы выкупадаете разные, И это очень страшно. Это не просто профессии, но и общество. Спасибо Богу. Не только общество, но и людей. Дезинформация. Полоинформация наиболее от дезинформации. Полоинформация. У вас есть первая речка, точная. У вас есть следующая речка, или речка, что это совершенно неизвестное. Непроверная. Непотврожденная. Это очень опасно. Как вы говорите, что это, 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 это. Но, с другой стороны, что это сделали Срби, или Албанцы, или Турцы, или Ромы. Они не проверялись. В конце концов, мы видим, в 2014 году, когда РТК и я, что это делал, с моими сообщениями, о том, что произошло. Что вы говорили о себе, на таблоиде или на портале? О, это очень. Это меня не мешает, потому что я знаю себя, я знаю меня, я познакомился, я знаю меня, я родитель. В целом ситуации, я родитель, ключ, как в мире, это было так, где я был. Я родитель, я родитель, я родитель на карфере. Недавно я нервировался, но я не хочу, чтобы я не отвечаю на первое, на первое, я не хочу, но я не хочу, что я вижу, что они пытаются, утром и все отцены, чтобы выжить, что их гиббот. Я думаю, много, с инструкцией, и слабые вещи. У нас семьи было много, это нехто. Ты поменялся на том, что это было первое место из Драгаша, которую ты подписал в религию? Какое было ощущение? Это было даже на день. 15 марта, 1968. Такая века была. Веста была в городе Бродосакси. В Канинском городе были открыты для продажа брашна. И Мекиньи. Это было в Танинском селе, где такие машины были... Я имею в виду, не до сих пор. Люди не должны путать до Драгаше, чтобы их собрать брашну. Это было очень маленькое сообщение. Нужно даже не было машину, что написано рукой. После посещения, после посещения, после 30 дней. Брадов очень много, это была новая история. Потом я начал это. Потом я уже купил машину в школе, где я работал, и так и это было. Вы были в Белграду и получили в Крым. Однако, они работали в Югославии на то время. Радио Гуславия была у меня нескольким достоинствам. У меня не было правильного достоинства. Это было в альбанском. Другой, они готовы эти рубрики, но мы сами сами пытались делать какие-то темы, рубрики или интервью. Цирь у меня всегда был очень интересный эпизод. В 1976 году я принялся как главный подписчик Релина из Беурада. Однако, директор, который я слышал тогда, он уничтожил эту decisу в коллегиуме, потому что кто-то наш знакомый, с которым я принялся в Драгащу, он сказал, почему вы приняли человеку, который принадлежит полиции балиста. Я был глава партии тогда, и опять я был счастлив, и это было моё определение, и доложку. И, поништена отлука, я пришел по решению. Они были угрожены, но они могли бы работать, конечно же, как подарок. Это было только в 1985 году, когда я начал в Релина, как основной подписчик Релина, с очень отличными условиями. Я имел плату, и я имел директору. Но я и мои коллеги, которые были угрожены, мы работали как конь, что бы сказал. Мы не знали, что это время, что это происходит. И, например, по очень тяжелым условиям, например, когда вы проводите с какой-то пленум, СССР или Югославия, со СКУЩАНИЕ Югославии, которое я видел, мы увидели, что вы пишете 2 часа, после 10, 15, 20 страниц, а четыре часа диктировать текст. Мы были первыми на Косово, когда мы купили факс. Когда я не предложил, что это означает, то мы купили. Мы были первыми на Косово, когда мы купили факс, как средство коммуникации и технику. И с Релиньем, я счастлив, я был связан. От первого текста Релиньем был узор и новинка. У нас была квалификация, новинка на Косово. И в целом оборудовании с Релиньем был узор. Да, и с декорацией. Да, и с декорацией. Да, и с декорацией. Это были декорацией, и с декорацией. Это была большая комната. Но очень хорошая. После того, когда Релиньем был укреплен, я была с декорацией, Релиньем Буйку. Тогда я работал для нее до конца. И тогда я начался в 1993 году за Глаз Америка. Работал с Релиньем. 12 лет назад. И за BBC. И так далее. Один третий вопрос, связанный за студентские дни. Та 68-та, преживание студентских протестов. И как вы переживали все это? Я был позже. В студии я написал с августа 72-го года. А в Биураде я был 1. октября 72-го года. В Биураде я знаю как это было. А было и на Косово. Это был студентский протестов в Европе. Студентский протестов в Европе. В Биураде я говорила о червоне буржуазии. Против злоупотреба. Они были выбраны Молодцы тогда имели какую-то визию, или Морксистический университет, я считаю, это центр. В Европе это было ключево. В целом Европе это было социальное право, равенство, права студента, права работника, и эти протесты имели поддержку студента. И то, как говорится, тогдашне руководство, уже сочували с одним огромным бунтом, они приняли студентские заходы, на очень мудрый начин, и это амортизировали и исполнили эти заходы, и это зашло на очень добрый начин, с несколькими изменениями, кои-какие наступили эти изменения, и в экономической сфере, и в социальной сфере, и в политической сфере, и так далее, это было. Наверное, это было здесь, на Косово, это было национальности... Мобильный момент. И признак и призвук, потому что в первую очередь появилась пароль о Косово-Републике, что тогда считалось очень негативным, а с другой стороны, опять-таки кадры, тогдашне Срби, которые поддерживали это до души, и сейчас мы говорим о поколении Милии Ковачеевичу, народном герои, который тогда поддерживал это. Сиса Патроногич, на плену ПК Косово, и в последнее время они были первые, Милия Ковачеев, во-первых, во-вторых, против току, и захтеван. В 80-е годы я с ним имела доброе разговаривание, и только когда он говорил, что никто не сказал. В Белграде вы живете достаточно долго, и вы живете в книге, «Дневник Габанца» в Белграде. Вы писали, может, самые тяжелые годы за этот регион, в 1998 и 1999. Это одна из книг, и эта книга, опять скажем, случайно написана. Я ведал дневник, когда я был в Белграде, в Белграде, но родители были в Белграде, и это был шок. Я не знаю, что вы говорите с родителями, но сами были там, угрожены, и с различными струями, как вы называете. Я имел болезнь каждый день, каждый ночью, это было страшно, но я удержался, и удержался от этого, и я знал, что я был чист, и никто не любил ничего. Я ведал дневник, от первого дня. Я ведал дневник, это дневник, и так называемый, и от января, после того, как я имел сообщения о событиях в Белграде, в Белграде, я купил это в одном месте, и дневник, который я ведал от 24 марта до 24 марта, до 24 марта, до 24 марта, когда я пришел в Белграде, с Рео Саповичем. Только после 5 лет или 6 лет, я посмотрел дневник и увидел, что я могла посмотреть на него. Я проснулся на компьютер, послали их коллеги здесь, и они сразу появились как претон в лисензоре. и это была книга, дневник Альбансов Белграде. Это маленькая книга, однако один период, но здесь есть все, 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 пыли, все, 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 не взявится. И он перевел на Српском, и камерил свою издавен на Српском. Это отличный прикольный объект. Это одна из книг, и еще другие документальные книги, которые значимы для своего нового рассказа. Например, у меня есть книга «Монтированные процессы против Кольцовской Албана» в 1999 году и в 2001 году. Речь о Сульском процессе, также на русском и на английском языке. У меня есть книга «Масакры с овоей речи». Я прятал Сульский процесс, и я считаю, что это не предотвращается в книгу. У меня есть книга с одним коллегом, Драганом Бањцем, «Разрешене Косовчфора. Погледа с обе страни». Интервью со двадцать србски и алмански политичара, научника и интеллектуала света. То есть добра книга, и заднња книга, «Монография о нашем познатном двумцу, Бекиму, Фемию, која је издата пред две години на Алманском, овде у Призену. Ове години надав се да ће бити и на Срцку». Ева, кад говоримо о дневнику и том периоду, заправо, кој документуете у той книги, заправо, најтижи момент за вас био када сазнаете да сте по први пу деда, а ту информацију немате с ким да подари. Да, то стојали, я сам то... Ту информацију подари са моим пријателњам, за што има у книги. Да, док сам да, док сам ишоо улицом, зова ме, зова мој, 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 мај черкја, из Беј, из Аустрија. Тај да не био хладан дан, пред подне, тише, ио тједном сунце, и ја ја чуто увезно, окренуо сам најдем таму у Кафанину. То је Кафана Айша, позната Кафана Айша, где сам из Стандо. Седели, ту сам свео, Бененка Марковића, Душена Јанића, још неко друге не усетим био тамањањањањањањањањањањањањањањањања. И то сам са њима поделил, ту подогладост. Али нисте могли да јавите породицу у призму? Не. Рекинуте телефонске везе у то време? Да, да, ние било везе, ајам чекал да дојђем сам, ајам дошел 24. Значи, чекал сам душе заћерка породи. и тје как и било да јарни. И тогда им ere подпис и молот á надоку Desmarини, ō да не сме любов, и токушне и … и тогда имос粉ство, втор … и тоа је било дурва ситуuaќањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањањања. В этом году, в 50-м году, он был создан в фильмах «Пляча и телевизор». Бекин очень любил эту роль. Белокроя борьба. Он думал, что он не может получать, что он был создан другим, а в конце концов, он был создан в его фильме. Он был благодарен ему. Да, и это было. В 50-м году, в 27 марта, в Белоруссии с академией и изложением. Это был самый лучший фильм из всех времен, даже в югославских местах. Не в Србии, но в целом Югославии. И это очень интересно, как таолога поделена, взрослая и снова поделена к Бекиму. И это встреча. Первый раз, когда Бекиму принял эту роль, он уже знал, что с этой ролью он успел добраться кинематографии. Когда он называл Саша Петрович, он сказал ему, слушай, что эту роль должен играть другим человеком. Однако Беким уже готовился, уже пустил браду и готовился. И нокат. И нокат, и учил ромский язык, и нашел Гордану, он был в Киганке, там, в Боеводине, муки. Это прошло много времени, они имели все проблемы, и все. И тогда появилось, что не надо играть один правый ром, и это из России. Но, опять же, что случилось, он назывался Бекима, и Монудр снова, и Беким, он пришел в Криштина, и сказал ему, «Мама, я уже не глуман, но я буду продолжать мою цель, как я поставил, когда я приехал в Берерой студию». и, конечно, это не то, что мне вертик, но была уникальна, и после того, он получил chemistry. Он получил в свете, и он получил в области с Одессей, с увлением. И он к этому, как он получил в прекрасной области. Но в Белый Бор, или Луга Белого Бора, в Скупчачьем периоде, были университеты. Это не единственное, что произошло в Оскаре. Проблема произошла и произошла, когда Саша Петрович был номинал за Оскар. Да, да. Да, да. Да, да. Он, из-за политических причин, не получил златную палму, но получил фильм из Чешской. Он получил златную палму. Но фильмы, после Чарановича живут, это не правда много, по-прежнему и по-прежнему. Но фильм был очень интересным. И это был ключ. Беким играл, а не играл. Беким играл, в правом смысле, в том числе, в том числе, он был сам. И это интересно, что из этой задачи, ему постоянно навига, он был очень старый, он был очень старый, он был с ней. Это было до смерти. Из Белого боя. Из Белого боя. И это было. Ни от одного дня не было другой, но он не было этого. Карьера облажировала, но и очень закончилась, что жизнь у нас все дело. В этом фильме, он вернулся в свою прозрачную и через книги, который оставил. Да. Беким играл, это показательное, что он был очень рад. но и в писании. Эта книга очень сильно брит. Это редкая автобиография, которая может написать на такой форме. Он описывает детали, что это невозможно. Это отличная знание изображения, вокабулара и речи, и стилиста. Я просто хочу сказать о Бекиме, потому что Беким, когда был в студии, он поспал профессору Балета. Белый, он просил Бекима и просил балет. Беким не успел. но он приглашал его к этому поводу часовой балет в школе в Белару, и Бекин работал две годы. Он был очень странным и закончил. У меня есть желание, что он не играл ни одного фильма на английском языке, ни на драме. Он уничтожил его из-за того, что он был в его книге. Он был очень интересен, что он написал книгу не на основе дневника, но он описывает события, если он помнит это, или нет по дату, но он описывает события. Он закончил так, как он закончил. Это, естественно, я назвал это личный чин. Это человек. Он, в этом случае, в этом случае, Бекин Матехмила. Он вышел из Презрена, который был из своей, и обратился к Презрену. Он был в Урне. Сколько, правда, с тем, что осталось в велике траг в югословинской кинематографии, дали посвящены нему, которые держатся на Косову, но и в Белграду, чувствуют вспоминку на него? На Косову Бекин очень сильно игнорирует себя. Это очень страшно. В последние годы, в последние годы, в последние годы, они участвуют в их участии? Нет. Это на парсе. Я вам скажу, например, в Причтине, никто не пытался, даже не пытался, даже я пытался, организовать промоцию книги негового, в прошлый год. Ни в Косовском посвящем, ни в факультете, то есть в Драмской области, ни в коем друге, ни в коем друге, не показали интересованные. То есть, книга была промоциена в Призрене, в Джаковисе, в Скадре, в Тиране, и в Буяновске. На Косову, есть только одна улица с именом Бекима Хемио, и это на периферии Причтине. Но нет ни одна установка на него? Нет. Нет. Есть ли оправдание за это? Не знаю, есть ли оправдание, я с ним дикал голос против этого. Я с ним в прошлом году имел один проект по поводу его 80. годишнице роджения. Проект который бы имел региональный характер был бы политичко, культурный, дипломатский, скуп, где бы се окупили три дана, министры культуры из региона, директори позорища, родители из Бущея Югославия, глумцы, сотрудники, сценаристы, и все это. То есть, это был скуп проект, но, это проект имел бы использовать и Косово, и Призрен, и все люди которые любят культуру. На конце концов, я имел подтверждение от тех людей которые я позвала, от Клодия и кардинала, и от Ирена папас. Ирена папас уже 90. година, и она уже принадлежит от него. из-за того, что он в вопросе Бекки. Но, не да министры реки не, но, единственное, был таяц. Никакого не хотел услышать о том проекте. Ни община, ни Министерство и Культура, нити, 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 влада Косова. Всего где сам послаил даже не нашли засованные за меня Не даже следили обыкнуть на первом или втором году. У нас очень невозможно планировать наши молодые млые, Молодцы не знают. Младцы не кривят. Но и старые молодцы, которые знают, что Беккин за этот процесс и за культуру. Он не конкретно говорил о албанской культуре, но он подходит из этого народа. Это продукт этого народа, из этого культура. Беккин был очень строг и не понимал, что ему не было ни одного слова, его имена и имена. Это было очень приятно говорить о албанской культуре, из Косовской культуре. Так что... Это было нечто другого. Почему это так, и для других? Потому что Беккин была женщина с србкинкой, не знали, что она не србкинка, а не србкинка. Беккин не играл ничего в албанской культуре, что он был... что я знаю, первым государственным народом, что он был очень... Это были глупые вещи, которые не имеют никакого подложения, никакого... как бы я сказал, никакого резонуна на том, что он употреблялся. И... 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 officием... И... 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 und... И... сказать, В конце концов, я не знал, что новинеры должны быть независимыми от этого. Прорализм, насколько это хорошо и плохое, потому что общество полирует. А когда общественности поларизируют, это очень страшно. У всех людей уничтожают, а то есть только одна группа, или одна группа. Я не знаю, что я включил, не из-за своих политических амбиций, потому что в 70-е годы вы можете иметь какие-то амбиций. Вы можете иметь в Америке и вы будете представлены в Америке за 70-е годы. Но здесь, на Балкану, нет. Они все равно скажут вам, что это старый матор или деда, как вы хотите. Но на заставку, на молбу господина Минира деда, я принял на Будем. И с единственного разлога, что я живу здесь 4 года, я не был в Кридзену. Я всегда был связан за Косову. Я всегда пришел сюда. Я не знал, что я искал теплую воду. Нет. Я знал, что случилось здесь, какая ситуация, в каких странах это происходит, сколько это происходит, сколько это происходит с государством, и общество. Потому что люди здесь занимаются государством как мы в 19-е годы, а не общество. Не только здесь, но это произошло в Србии, и на Балканах. А общество или человек, человек председатель, а если человек, он не имеет никакого влияния, не имеет значения. То есть, ситуация вообще, и те, что каждый день разговаривает с друзьями, где все постоянно критикуют, где все неудовлетворны, даже те, кто имеет очень много, и те, кто плашает, полиция или судят, что это будет происходить. Это неудовлетворно, в организме, в общество, и в общество. И он сказал, что почему я истинно открою? Давайте попробуем. Давайте попробуем. И мне это произошло, внутренне, мою совесть, моя мораль и ответственность и в отношениях, в отношениях, и в отношениях. И как человек, как профессионал, как интеллектуальник, что это попробует. И тогда у вас есть определенные, что я попробовал, а не успел. или нет. У вас есть возможность оправдаться и перед твоим детям. Вы понимаете, что это тяжелое, что у вас есть детство, который закончил студию, с огромными трошками, и пять, шесть лет, в Мастер психологии не может донести работу. Потому что это моя детство, и я критикую власть. Он не может донести работу. Конкурничный конкурс принято другого человека и не имеет связи. Я хочу, чтобы начать с друзьями, знакомыми, с друзьями, с хорошими, с неудовольными людьми, чтобы это сделать что-то. Чтобы это остановиться, чтобы это продолжить, чтобы это остановиться, чтобы это неизбежить, в общественном мире. И чтобы это начать с больным жизнью, потому что мы все имели одно место. и не имеем в виду, чтобы это не было. Я говорю, что это нужно жить в жизни как в последний день, сегодня. А в сутре, чтобы это жить, но я не знаю. Это то, что это цель. Я говорю, что я не имею политические амбики, но я хочу помочь. В стране, в огранку, в Призрене, я буду мотор. Мотор дать всю мою энергию, знание, снагу, чтобы помочь людям. Это молодые люди, которые хотят работать, хотят поменять, и это будет им помочь. Вы думаете ли, сейчас, в основном, в Призрене, где пришло время гражданских инициатива, чтобы партия с национальным программом не станет более чем сейчас? Я вернусь на то, что мы в первый раз вводим новое в этой стране, в этой стране, в этой стране, в этой стране, в этой стране. В первый раз на Косове вы имеете гражданские инициативу, или страну, или большинство в своей стране в своем ряде и в других странах. Мы, в инициативном отборе, имамо припадники Бочневские, Турские, Ромские, и, не имамо Срби. Уже не имамо, потому что в Призрне нет, но имамо люди не были вступить. Мы не вошли по селям, чтобы увидеть ли мы успевать, потому что мы не были в основном нечисленны. Но это мы делаем, и мы хотим интегровать все люди на этих странах. Ничего не нового для нас. Для нас это не новое. В Западе мы живем в джунгле, но не знаем что это общественное жизнь. Не знаем что это культура, не знаем что это мультикультурализм, как его называют. Особенно в Призрне. Призрне было особенно в том, что у нас есть много людей которые говорят своими языками. Никто не смешал. Культуры были между собой. И чтобы улучшить этот тренд который уже взял от Маха, в Турске, в Србске, в Бошнице, в Бошнице, в Бошнице, в Бошнице, в Ромске. Мы хотим интегроваться и поделиться. Я против подела. Ничего националистичного или экстремного не. Всегда негуши свою культуру, традицию, язык. Я представил того, что не дают то, что так называемые политические законы, но и больше того, что не могут даже гутить. По самой мое мнение, что они припадают другим объемом, что не больше, а это ужасно. Вы другим другим потому, что вы меньше. Поэтому нужно дать больше. Это большинство людей и их власть и на центральном и на центральном уровне. и нужно следить нормальным током. Не надо любить себя, но нужно почувствовать. Когда кто говорит что то, что я почувствую. то, что я люблю свою родину и детку. Я люблю это и это и это я цену. так что мы будем специфицировать. Дальше это не будет легко. Критика будет критика когда он пришел из Београда. Он сейчас платит Београд. Он сейчас отправит страницу другого нации. Косово Косово нет. Немного счастья. Косово в окружении национальных странах не было припадников другого нации. Дальше было другое другого. было больше. Но нет. Я спросил ли вы в Белораде и в Белораде самый лучший дом моего жизни. Не интересно. не Много чего я проделал книги в Приштини. и мне с разными людьми. От чистого улица до председателя академии науки до разных директоров. Это зависит от самого человека и как они хотят и что они хотят. если вы вы знали знания вы все в врата. то я был критичен в власти в Србии. что это произошло. Я даже имел текст 1 августа 2006 не 1 октября и начали разговаривать в Бече. Я предлагал србскими властями не дать время но что это может назвать. Как да вы думаете это будет связать косово? Мы все формировали. У нас очень важная форма. Что есть на Косово? Нет на Косово. Нет на Косово. Если представители сказали что хотят общаться с Албанией, то что сделали то что вы сделали либерализацию? Что вы сделали главы Европейской Унии? Что вы сделали как Косово будет функциональной страной? Ничего нет. с А мой дух, моя деятельность остается. Коллега, спасибо вам много на время в том, что мы посвятили, и нам, и слушания РТК-2. Здраво мне, поздравимы ваши слушатели и вашу голосование. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»